До начала церемонии вручения звездных мячей 2020 призов лучшим футболистам года и командам остается буквально несколько минут. Очень много известных людей, буквально весь цвет белорусского футбола собрался в одном месте в одно время и мы подробно вам рассказываем о том, как прошло это замечательное мероприятие. Впрочем, начиналось все еще днем. Первыми свои награды получили ребята, которым вскоре предстоит стать лицом белорусского футбола. Лучший среди игроков до 15 лет игрок Динамо Брест Павел Шевченко. Этим летом он рубился в классику Китс, а теперь может похвастаться ценной статуэткой. Но, конечно, главные события проходили уже вечером. На сцене после затянувшегося отсутствия мэтр Владимир Новицкий в прекрасной форме. В зале звезды настоящего и прошлого. На почетных местах в первом ряду легендарные Малафеев и Арзамасцев. А музыкальные номера и торжественные речи во время таких мероприятий – дело обязательное. Впервые в истории золотой медали высшей лиги завоевала Брестская Динамо. Не сомневаясь, что достигнутый результат мотивирует команду с берегов Буга стать еще сильнее и удержать взятую высоту. Позитивные эмоции с праздника всех! Сперва вручают коллективные награды и среди прочих свою заслуженную статуэтку получает и наш клуб. Конкурентов в борьбе за приз зрительских симпатий просто не было. По посещаемости стадиона, активности болельщиков в наших соцсетях и росте популярности клуба во всех точках Беларуси – Динамо Брест явный лидер. Поэтому статуэтка лишь подтверждает успехи клуба. Даже до этой статуэтки мы все прекрасно видели, что происходило у нас в Бресте на трибунах во время матча. И это вот все, это квинтэссенция того, что наши болельщики самые крутые. Поэтому хочу призвать следующий сезон продолжить в том же ключе, несмотря на различные фантазии, которые сейчас, скажем, часть людей фантазирует. Наконец настал черед главных наград. Лучший защитник Павел Рыбак из «Шахтера». Полузащитник и игрок года Игорь Стасевич, БАТЭ, вполне заслуженно. Илья Шкурин, энергетик БГУ, лучший бомбардир и нападающий. С цифрами спорить сложно. Вторую статуэтку «Динамо Брест» принес Александр Гутер, признанный лучшим голкипером страны. А мы бы дали еще приз за самый стильный образ вечера. Это не только моя заслуга, я уже говорил, это заслуга Василия Иосифовича Хомутовского и заслуга Паши Павличенко, который всегда меня, можно сказать, подбадривал на тренировках и не давал застыть, образно говоря. В команде тоже все хорошо. И без команды не было бы, можно сказать, этой награды, потому что они всегда в трудные минуты меня поддерживали на поле. Поэтому я им тоже благодарен. Вообще, такие вечера, как закрытие сезона в Брестской Виктории или звездный мяч в Минске, хоть и разные по характеру, но играют важную роль. Они добавляют белорусскому футболу немного лоска, которого порой так не хватает. Что ж, церемония вручения подходит к концу. Пора и нам закругляться. Две статуэтки у Динамо Брест, индивидуальные для Александра Гутера и для всего нашего клуба приз зрительских симпатий. За него огромное спасибо вам, болельщики. Прекрасный был сезон, он отлично завершается. Всех с наступающими и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова